К торжествам готовятся на всех базах всех российских флотов. Севастополь, Астрахань, Североморск, Новороссийск. Заключительная репетиция прошла сегодня во Владивостоке, в Амурском заливе, гордость и мощь Тихоокеанского флота. В парадном звене более двух десятков боевых кораблей и судов обеспечения. Во главе колонны знаменитый «Варяг», гвардейский ракетный крейсер, флагман Тихоокеанской эскадры. Особенность парада на Дальнем Востоке — это яркая наземная часть. Морская пехота высаживается на берег, имитируя десантную операцию. Узнать все о празднике в разных городах и, конечно, в Санкт-Петербурге, а также технике, которая участвует, можно уже сейчас. На сайте Минобороны подготовили специальный раздел. Там все описание технических кораблей и самолетов. Вот, например, выбираем ракетный крейсер «Маршал Устинов». И его характеристики. В длину почти 200 метров, водоизмещение 12 тысяч тонн, настоящая плавучая крепость, способная противостоять любым угрозам на воде, под водой и в воздухе. Есть информация также о самолетах. Вот, например, истребитель Су-30СМ. Истребитель четвертого поколения 4+. Для флота это один из самых эффективных инструментов достижения господства на море и в небе. И всю эту красоту и мощь мы скоро увидим воочию. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге «Первый канал» покажет в прямом эфире. Начало воскресенья в 11 утра. Продолжение следует...